В коллекции Государственного Эрмитажа хранится замечательное, уникальное произведение антично-расписной керамики, широко известное как «Царица ВАЗ». Это довольно крупный сосуд с отогнутым венчиком, узким горлом, широкими плечиками и сужающимся к подставке туловом. У него три ручки, две горизонтальные и одна вертикальная. Сосудоподобные формы назывались гидриями и служили емкостями для воды. Гидрии более раннего времени, VI-V веков до н.э. отличались более приземистыми пропорциями, но к концу IV столетия до н.э. они становятся все более вытянутыми и изящными. Именно этим временем и датируется наш экспонат. Свой царский титул ВАЗа получила благодаря своему роскошному декору. Она покрыта так называемым черным лаком, которым так славилась античная керамика. В сущности это тонкая очистка глина. Ее в жидком виде наносили на сосуд, и в результате сложного многоэтапного обжига она приобретала насыщенный черный цвет и яркий металлический блеск. Венчик гидрии покрыт овами, горло украшено венком. Тулово гидрии покрыто вертикальными ребрами, сужающимися к подставке. Их стройный ряд прерывается под ручками пояса, на котором изображено 13 животных. Львы, пантеры, собаки, грифоны скупированы в основном попарно, около растительных ростков. Фигуры эти сделаны в низком рельефе. Они были исполнены из жидкой глины и затем позолочены. Благодаря блеску позолоты и яркому металлическому блеску черного лака задается впечатление, что ВАЗа сделана не из глины, а из какого-то драгоценного металла. Вероятно, художник Гончар специально добивался такого эффекта. Интересно, что известны древние серебряные и бронзовые сосуды, также покрытые позолотой. Некоторые из них хранятся и в государственном Эрмитаже. В частности, это замечательные сосуды из кургана Куляба. Главным украшением ВАЗа является замечательная композиция из десяти рельефных фигур. Они были оттиснуты в формах. После предварительного обжига гидри их приклеили с помощью жидкой глины, а затем добавили необходимые атрибуты и проработали мелкие детали. Наконец, композиция была расцвечена позолотой и хрупкими красками, нанесенными поверх белой грунтовки. Один из прежних хранителей этого сосуда сравнивал эту рельефную композицию с яркой, тяжелой гирлянды, лежащей на плечиках сосуда. Композиция практически симметрична, единое движение отсутствует. В позах персонажа чувствуется влияние классического монументального искусства и, прежде всего, скульптуры. Глядя на них, складывается впечатление, что персонажами движет стремление наиболее гармонично распределить вес собственного тела. Движения персонажа настолько минимальны, что поворот головы, прием с помощью которого скруто связывал фигуру друг с другом, кажется зачастую чересчур резким. В композиции можно выделить пять пар персонажей, один из которых изображен сидя, второй стоя, их взгляды обращены друг на друга. Центральной парой и смысловым ядром всего изображения являются две женские фигуры. Связь между ними выражена не только взглядом, но и жестом руки одной из них. Считается, что изображены богиня плодородия Диметра и ее дочь Кора или Персифона. Персифона была похищена богом подземного царства мертвых Аидом с разрешения Зевса и стала его супругой. Диметра не знала о похищении дочери, она долгое время скиталась по земле в ее поисках и, узнав о том, что случилось, сильно разгневалась на Зевса. Возникший из-за гнева богине голод стал угрожать не только смертным людям, но и бессмертным богам, ведь если людей не станет, то кто будет приносить богам жертвы и отдавать им должные почести. Возволнованный этим, Зевс повелел богам отправиться к Диметре и умолять ее вернуться на гору Олимп, прекратить таким образом страдания и богов и людей. Но Диметра оставалась непреклонна. Единственное, чего он хотел, это, конечно же, возвращение своей любимой дочери. Тогда Зевс был вынужден наступить. Он отправил Гермеса к богу подземного царства Мертвых Аиду и повелел ему вернуть Персифону Диметре. С тех пор Персифона была вынуждена проводить одну часть года, треть года в подземном царстве вместе с супругом Аидом, а две трети она возвращалась к своей матери Диметре и проводила две трети года вместе с нею и другими богами. Возможно, именно этот эпизод изображен на Эрмитажной Гидрии. Диметра как будто оборачивается, приветствуя возвращение своей дочери. С такой трактовкой согласуются и герардические композиции из животных, опоясывающие Тулову Гидрии. Они словно охраняют проросшие из земли растения. Учитывая, что действия мифа развивались в Элевсине, неудивительно, что этот город почитался как центр культа обеих богинь-плодородия. Считалось, что именно здесь люди впервые начали обрабатывать землю. Рядом с городом находилось священное поле, которое якобы впервые было засеяно и первым же принесло урожай. Среди изображенных на вазе персонажей можно узнать элевсинского героя Триптолема, юношу, выседающего на крылатой колесните, запряженной двумя змеями. По преданию Деметра обучил его земледелию, а тот, облетев мир, научил этому искусству все народа. Кроме того, Деметра, учредив в Элевсине свой пульт, одним из первых посвятил Элевсине в его таинство. Эти обряды, проводившиеся ежегодно, известные как элевсинские мистерии, считались наиболее важными из всех древнеоперических религиозных обрядов. Тот, кто посвящался в эти мистерии, мог рассчитывать на какие-то блага в загробной жизни, на приобщение к бессмертию, приобщение к богам. Одним из обрядов, который входил в состав этих мистерий, было жертвоприношение поросенка. И рядом с персифоной на Эрмитажной гидре изображен персонаж, юноша, который этого самого поросенка держит в правой руке. Считается, что это Эбулей, один из местных, опять же, элевсинских героев. По одной из версий мифа, он был братом Триптолема и свинопасом. Когда Аид похищал Персифону, земля разверзлась и поглотила вместе с Аидом Персифона одного из его поросят. Поэтому Деметрию Персифоне было принято приносить жертву именно поросенка. Рядом с ним изображена Афина. Ее присутствие не случайно, поскольку у подножия Акрополя находился посвященный Деметрию Персифоне храм, который назывался Элевсинеон. И в этом храме происходили некоторые из обрядов, которые входили в состав элевсинских мистерий. Рядом с Деметрой на гидре изображен бог виноделия Дионис. Его присутствие рядом с богиней земледелия Деметрия не случайно. Культы обоих божеств были тесно связаны. Кроме того, Дионис почитался еще и как божество умирающей и возрождающейся природы. Поэтому также с полным правом входил в состав элевсинских божеств. Не совсем понятно, кто изображен слева и справа от центральной группы персонажей. По одной из версий слева изображены мать Деметрия Рея и богиня Геката, а справа Артемида и Афродита. Так или иначе, эти персонажи связаны с элевсинскими мистериями, с культом Деметрия Персифона. Чтобы получить более полное представление о смысле всей композиции, следует учесть, что эта ваза некогда входила в состав погребального инвентаря. Ваза была впервые упомянута в сообщении французского археолога Дзерера Ульрашета 19 января 1854 года. Он писал, что видел в Риме у маркиза Кампана находки из раскопок в кумах, о древнем городе на юге Италии, на близнеаполе. Раскопки эти приводились графом Сиракузским и другими участниками. В числе этих приметов была ваза, уникальная по красоте своей отделки. Руль Рашет считал, что это прекраснейшее произведение античной распространенной керамики, которая дошла до наших дней. Сама ваза считалась как настоящее чудо, и Руль Рашет сообщил также, что она обошлась маркизу в 1300 пиастров. Руль Рашет предположил также одним из первых, что ваза была сделана в Афинах, причем не безосновательно. Ему была известна другая ваза, которая также находится в государственном армитаже. Это замечательный Большой реки в Ксенофанте. Ваза эта украшена как раз-таки подписью этого афинского гончара. Впервые ваза была опубликована в декабре 1854 года в Неаполитанском археологическом вестнике. У нас имеется один из экземпляров этого интереснейшего издания. Неаполитанский археолог Джулио Минервини написал довольно подробную статью, посвященную этой вазе. И здесь же представлена замечательная иллюстрация, исполненная по просьбе этого неаполитанского археолога. Джулио Минервини писал, «Великолепный и, можно сказать, уникальный памятник, о котором пойдет речь, был найден в конце 1853 года в некрополе древних кум. Мне посчастливилось высветиться этим классическим произведением у торговца древностями сеньора Рафаэля Барона. А несколько дней спустя я узнал от своего достопочтенного друга Рауль Рошетта, что ваза пополнила большие коллекции многоуважаемого сеньора Маркиза Кампаны. Я незамедлил обратиться к широко известной любезности этого благородного человека и получил от него щедрое предложение впервые публиковать в Неаполе одну из наиболее важных находок, сделанных на неаполитанской земле. И как только его многочисленные дела предоставили ему возможность обратить свои мысли к осуществлению данного обещания, он любезно сделал это, отправив мне двагожданный рисунок, выполненный талантливым римским скульптором сеньором Менгини». Сам владелец очень большое внимание уделял, естественно, своему сокровищу. В первом классе каталога собрания Маркиза Кампаны, посвященном вазам расписным, этрусским и греко-италийским, кумские сосуды были выделены в отдельный разряд. И, естественно, в первой списке шла знаменитая кумская гидрия. В тексте каталога она была названа царем ваз, и уже потом стала известна под именем царицы ваз Регина Вазором. В тексте каталога этой вазы сделано всевозможное количество комплиментов. Написано, что не хватит никаких слов, чтобы должным образом восхвалить ее. И интересно, что даже один из археологов того времени, Эмиль Браун, ставил кумскую гидрию выше, чем знаменитую портлинскую вазу. Одно из сокровищ древности, дошедшего на наших дней. Уже в 1862 году ваза была опубликована в отчете императорской археологической комиссии. Удвар Стефани писал, что эта знаменитая ваза в 1853 году найдена была в одной из гробниц древнего города Кумы в Нижней Италии, и потом до 1861 года находилась в коллекции компаны. В настоящее время, благодаря успешным стараниям господина Гидеонова, сделалась одним из многоценнейших украшений императорского эрмитажа. И если она была воспроизведена на замечательном рисунке... Исследователи еще с середины XIX века отмечали довольно хорошую сохранность этой гидрии. У нее, правда, реставрированы ручки, и на тулове имеется пятно, оставленное могильной сыростью, как писалось тогда. Ваза привлекала на протяжении прошедших полутора столетий к себе очень пристальное внимание ученых со всего мира, и одним из них стал Оскар Фрединанович Вальдгауэр. Он выпустил небольшую монографию, посвященную этой вазе на немецком языке, которая заглавлена Рогиной Вазором. В своем сочинении он писал, что эта царица ваз, эта замечательная кумская гидрия является настоящим аполлоном бельведерским в мире античной расписной керамики. Вскоре после поступления в Императорский музей эта ваза заняла подобающее место на экспозиции Императорского Эрмитажа. Она была выставлена в зале, который был назван в ее честь «Зал Экумской вазы». Зал этот был под номером 17. Он находился на первом этаже здания Нового Эрмитажа, но с течением времени и нумерация залов, и сама экспозиция изменилась. Сейчас этот замечательный зал, пол которого украшен мозаикой из Древнего Херсонеса, известен под именем Зала Афины. Вообще статуя Афины, которая, кстати говоря, также поступила из коллекции Маркиза Кампаны. Что касается кумской вазы, то она переместилась на экспозицию, посвященную искусству Древней Италии. Сейчас, однако, ее можно увидеть в манеже Малого Эрмитажа на выставке «Мечта об Италии» — коллекция Маркиза Кампаны. Спустя полтора столетия она встретилась с другими шедеврами, составлявшими некогда музеем этого замечательного коллекционера. «Мечта об Италии» — коллекция Маркиза Кампаны. Древний 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 Я briefly owtr okejui». когда если у них вопрос-окуп'm làudки, то убида будет scope, Одна остıевка шедеврами. Тауцкая woman — atутствие. Тауцкая молодegя, Ас участник. Италия красаватный телET 7330 backlash 저희